2018 год войдет в историю Ивановского здравоохранения как прорывной в плане оснащения модернизации лечебных учреждений. На сферу дополнительно выделено, в том числе по федеральным программам Минздрава, рекордное количество средств – порядка 900 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Большая часть потрачена на закупку диагностического оборудования – мамографического, ультразвукового, эндоскопического, флюорографического и рентгеновского. Что-то уже работает, остальное поступит со дня на день. В поликлинике поставлено 7 видеоэндоскопических систем – стационары для операций 4 подобных аппарата экспертного класса. Серьезно у нас приоснащается Кенишемский кост. До конца года там будет создано полноценное сосудистое отделение. Туда приобретается ангиограф. Сегодня у нас только одна точка на карте области – это областная клиническая больница, которая располагает таким оборудованием. Мы приняли решение, что Кенишемский кост, а это весь северо-восток нашей области, тоже должен быть таким серьезным центром для своевременного оперативного оказания помощи сердечно-сосудистыми патологиями. Еще один ангиограф будет поставлен в областную больницу. Также приобретены передвижные медицинские комплексы. Два фельдшерско-акушерских пункта, два флюорографа и два мамографа. Один уже активно курсирует по области почти 3 месяца. График четко выверен до конца года. В селе Шилыково Лежневского района у двери медицинского автомобиля выстроилась очередь местных жительниц. Раньше, чтобы провериться, ездили в ЦРБ. Передвижной мамограф – вещь удобная. Можно, конечно, съездить в районную больницу, но, например, отсюда, из Шилыково, добираться 30 километров. Чем не повод, чтобы отложить обследование. А вот врачи против таких сделок с собственным здоровьем, потому и приезжают сами. И в таких небольших населенных пунктах всех пациенток приглашают фактически персонально. Ну, в таком уже возрасте, как сказать, нам тяжело и на подъем идти. А бывает, кто-то работает, то вечер, то утро. И вот сюда приезжают, нам очень даже, ну, и удобно, и полезно. И не только вот мамография приезжает, вот приезжали глазные, нам тоже очень это нравится. В мамографии самая главная – регулярность. Осмотр могут пройти все желающие. В небольших поселениях медики сами вызывают пациенток, у которых подошли сроки для проверки. От 39 до 50 лет мы рекомендуем проходить один раз в два года. Старше 50 лет мы уже рекомендуем проходить чаще – один раз в год. До 39 лет женщина по направлению врача тоже может пройти. Это необходимо иметь показания. Патологию обычно выявляют у тех, кто долго не обращался. Каждый год в Ивановской области госпитализируют более 600 пациенток с раком молочной железы. Это ведущая онкологическая патология среди женского населения. Рак молочной железы на первых стадиях очень хорошо лечится. Практически 95% женщин вылечивается полностью. Если мы будем соблюдать эти сроки, которые я назвала, он просто не успевает развиться. И очень важно именно следить за этими сроками, приходить вовремя. В передвижном комплексе работает лаборант. В день эта девушка принимает порядка 40 человек. Каждому необходимо сделать 4 снимка – 2 прямых и 2 боковых. Данные отправляются в онкологический диспансер врачу-рентгенологу. Это рентгенологи, которые нацелены на патологию молочных желез. То есть, да, мы обучали рентгенологов центральных и районных больниц, городских клиник по патологии молочных желез. Но алгоритм действия в случае выявления патологии, они все равно по телемедицине пересылают в онкодиспансер. И мы пересматриваем, уточняем рентгенологический диагноз опухоли молочной железы. Поэтому процент ошибок сведен к минимуму. За три месяца передвижной маммографический комплекс принял 2,5 тысячи женщин. У 20 выявлены патологии. Это и доброкачественные, и злокачественные новообразования. Некоторым учреждениям в такой щедрой на оборудование год удалось еще и провести серьезные ремонтные работы. Например, в Кенишемской поликлинике номер один за летние месяцы поменялось абсолютно все. Начиная от планирования пространства и заканчивая принципом работы с посетителем. В Иванове ремонтируют шестую и восьмую детские поликлиники.